здравствуйте друзья у нас сегодня гости очаровательная зовут танечка правильного верно здравствуйте вот танечка человек интересные судьбы сейчас она расскажет пару слов о своей судьбе ну расскажите пару слов о своей судьбе я вообще думал что довольно обычная судьба вот но в штатах я живу вот уже шестой год приехала сюда по визе к 1 то есть если кто не в курсе я вышла замуж за американского американского гражданина и долгое время я была связана с айти тестированием кодированием и проработала более семи лет в этой сфере до до приезда в сша до приезда и когда приехал пару лет занималась тем же тестировали удаленно тестировала кодировала то есть html css база почему уже приехал в америку вы что-то удаленно делали вам хотелось именно из дома ну вообще я для начала работу удаленно в беларуси я из минска и работа компания с которой я работал находилась в сиэтле то есть далеко в сша и работая в минске я была довольна своему жизни и вообще заработками и тем как так как у меня было двое маленьких детей работать дома было здорово и когда приехала сюда хотелось мягкой адаптации я сразу никуда не пошла ничего искать меня там ставили на той же должности повысив немножко зарплату но для штатов это уже был конечно такой уровень можно сказать начальный полу вы не жили в дорогом месте я живу в кентуккии мы жили сразу в огайо это штат огайо и в городе цинциннатии потом через год мы переехали немножечко южнее в кентукки полчаса можно сказать то есть рядышком совсем совсем рядышком да но в общем здесь атмосфера такая примерно одинаковая везде но вы можете на самом деле цинциннати же большой город то есть там и работы на полноты могли бы туда ездить скажем полчаса да в общем не не стояла такой задачи мне очень меня все устраивало и я думаю буду развиваться в этом направлении но когда попробовала подучиться на программиста что все-таки как-то не в общем для тестировщиков здесь было не очень много работы может я плохо искала но когда попробовала программиста получиться и проштудировать там хорошенько как того мне не пошло я поняла у меня мозг не заточен для программирования и стали заниматься чем так как возникли сложности в стой компании я поняла что я там не навсегда у меня почему-то вот такой был советский стереотип вот сидеть на одном месте подольше появились знаки что надо бы уже двигаться дальше я можно сказать в панике бросилась искать какие-то варианты и случайно подвернулась возможность поработать а страховым агентом в страховой компании то есть я прошла обучение получила лицензию или что там уже вы страховали жизнь или машины дома что людей то есть это сказать страховка от дисабилити это это лайф иншуранс давать его не жизни страхование людей то есть и работала я с компаниями то есть не с людьми я приходила на фирму к пакет бенефитов для сотрудников то есть поработала я там год год с половиной можно сказать хорошо хорошо платили за такое или маловато маловато но в общем и целом там нужно хотя бы лет пять побыть и работать хорошо и много и тогда в общем там были очень успешные люди и я стал вступила на этот путь я работала много и для первого года я была одним из самых лучших агентов то есть у меня были неплохие заработки ну так если не секрет о каких суммах речь идет ну на тот чисто чисто прибыль которые там получила и там исключая всякие как их за бензин и я не была сотрудниками контрактор на комиссионных на комиссион это были все она и ну это у меня получилось что-то за тот год не соврать 36000 то есть за первый год в общем люди которые начинают за первые три месяца у них вообще ноль но ноль то есть если теперь есть хорошие там сбережения или супруг зарабатывать можно работать а так да но то есть у меня было несколько там наград каких-то хорошо а чего вы ушли из этого ну я в общем я терпеть не могла то есть меня как будто я говорю как будто кто-то на горло наступает очень сложно было постоянно каждый день идти на работу и переступать себя я подумала что я не люблю продажи я не люблю продавать я не люблю это все делать вот ну и а вас там учили что вот надо людьми манипулировать или как вот манипуляция входила в программу манипуляции и очень примитивные техники продаж входили в бесплатную программу обучения а когда я уже начала копать дальше читать дополнительную литературу и сама пошла на тренинг который я сама себе платила за 5000 долларов меня научились совершенно другим техникам которые оказались эффективно то есть реально стоило 5000 отдать чтобы так подучиться до хороший был тренинг который мне вообще пригодился и по жизни и понять американский бизнес немножко хорошо итак на горло наступив собственной песни вы годик там поторговали чем-то и пошли куда когда решила что с продажами надо завязывать задала себе вопрос а чем я хочу вообще заниматься вот это не нравится это не нравится чего бы я хотела вообще в жизни вы так честно говоря мысли у только одна я хотела бы помогать помогать людям что что-то делать приносить какую-то пользу бабушку через дорогу перевезти замечательно и а у меня было это связано каким-то образом в моем мышлении то есть я вижу столько людей страдающих от каких-то заболеваний лишнего веса и у их уровень жизни снижается только из-за того что все происходит и у меня были уже какие-то накопленные знания и а вы снижали вес тоже да я снижала вес после того как у меня было двое детей у меня как часто бывает накопилось накопилось и я сначала снижала как многие всякими диетами глупыми а потом уже как все перестроилась у меня накопилось много знаний как и умение я думаю я помогала только себе ну там вас вас вынесло в это не случайно а вы просто через свой жизненный опыт что-то такое уж чучели чем можно с другими поделиться да и я хочу еще отметить что работая я кстати продолжала работать тестировщиком по чуть-чуть еще с той же компанией работая и сидячий образ жизни постоянная скрюченность над компьютером и стресс особенно когда проекты какие надо надо было вот что-то тестировать ночью чтобы днем уже пользователи могли использовать я стала замечать что мне вот физическая активность не хватает и мышцы какие-то уже не те и после 30 лет как то уже все стало видать и так а вот я я как бы могу так предсказать наверно ответ немножко но но все таки вот вы как человек который более в этом углубленный для женского организма или скажем для мамы для будущей мамы это более тяжелые последствия чем как-то мужики целый день у компьютера сидят и и женская проекция вот в этом во всем на здоровье для и из-за сиденья я не думаю я никогда не думала про женское мужское в принципе организмы там за исключение каких-то гормонов мышцы и вообще все системы отвечают примерно одинаково на здесь хорошо так чего значит вы вы подумали я хочу помочь человечеству вот они бедные сидят тут и это самый лишний вес у них образ жизни есть неправильный потому что у них лишний вес вообще качество жизни снижается а пойду-ка я лишь и что сделаю я хочу отметить что в кентукки здесь где где мы живем это очень ярко выражено если кто-то приедет из москвы в кентукки то может может быть да то есть я хотела немножко описать ситуацию говорят мы в калифорнии и там и во флориде иначе здесь у нас в кентукки и агайо это очень выражено то есть да ты собрав мордатые ходят и не только мордатые роднеки такие роднеки да я подумал как я как я могу это сделать единственный после какого-то там изучение вопроса единственный вариант это либо стать диетологом либо стать персональным тренером а диетологом занимает дольше времени и и мне муж сказал что ты станешь диетологом и будешь разрабатывать меню в столовых то есть уже не с людьми работаешь а черте с чем да ты работаешь работаешь с едой и это не то чего я под что как-то отторжение у меня вызвало немножко а муж терпел все эти ваши метания он не говорил там это все а ты давай поищи себя да как он говорю но не он мне говорил ну вот сядь и подумай вот чего ты хочешь вот там тебе не то там тебе не то а что-то ты можешь нас правиль правильный мужик попался то есть как бы не понедлени пуш у вас а мне они никто не никто не пошел а вот ну и но я старался тоже не наглеть а вот я здесь дети они же уже нами уже так подросли уже не соображают они не говорят мать ты чем вообще занимаешься в жизни так не говорят не у них как-то вообще вопрос не стоял я постоянно чем-то занял у меня был момент когда я на трех работах работал то есть рома порам понял то есть вы энергичная вам всегда чем-то заняты просто периодически вам становится не в радость то чем вы занимаетесь я понял сейчас вроде в радость хорошо давайте про щас чего мы делаем в радость я творю лицо у вас радостное вы давайте рассказывать то есть пройдя курс обучение очередной сдав экзамены получив лицензию закупив все страховки я стала вдруг персональным тренером и конечно мне нужен был опыт я устроилась на работу спортзал тренером и так там платили буквально копейки обычно это несложно устроиться поскольку они там ничего не платят и этом текучка вообще там ничего не платят текучка очень много молодых я только что уточнить что хотел рассказали заплатили за курс вот я просто люди вас слушают а это какая примерно сумма вот цена вопрос какая проект прошла курс лицензию что это стоит я училась сама то есть крыла книжки я купила курс чтобы учиться самой мне это стоило в сумме за все 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 плюс экзамены экзамены были 250 долларов я я не душ там превысила тысячу долларов где-то около 950 тысяч и сколько времени заняло все у меня заняло полгода шесть месяцев и вы ушли с лайсенсом из через шесть месяцев вас было эти да я пошла сдала экзамен который длится 4 часа и сдала с первого раза мне дали лицензию и все но для того чтобы в спортклубе там тренировать для этого ведь не нужно же лицензия вот молодняк который там ходит у них даже в лучшем случае среднюю школу закончили не нужно вообще лицензия не нужна но с ней сложно купить профессиональную страховку или вообще невозможно и в общем работодатели берут на работу охотнее лицензии это во первых во вторых у меня не отстояла задача работать в спортзале просто для опыта пошли для опыта потому что из спортзала мне повысили зарплату с 9 долларов в 120 долларов в час через месяц после того как я пришла но это не то что у вас есть там скажем возможность работать 40 часов в неделю нет 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 то есть там была почасовая зарплата и если нету клиентов между то эти часы не оплачивались я поработав там три месяца я подумала окей опыт у меня теперь кое-какой есть и зачем мне это нужно я буду работать сама на себя и брать столько сколько я хочу и развиваться мне нравится с каких сумм вы начали как начинающий индивидуальный такой тренер чтобы состояться первых клиентов получить первый мой клиент клиентка приятная леди 60 лет и она мне платила 40 долларов в час за мои услуги она вам назначила или вы не сказали давай то есть я изучила опять же изучила предложение кто сколько просит за услуги и так знаешь что у меня в общем опыта практически ноль что я пошла по нижней планке я использую сайт есть такой сайт сам так там где люди клиенты ищут всякие услуги тренеров коучи еще раз как он называется там так от слова сам 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 тек сам так датком теки 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 напишите в гугле персональный тренер там нанять или еще что то вот он первый как правило и выходит то есть идите на сайт ищите там но все-таки для кентаки 40 долларов это не как у нас тут 65 это все-таки это там чем другие продают там 40 долларов это довольно много и моя первая клиентка сказала что для меня это значительная сумма это два часа работы для меня то есть она мне так и указал ну да но это с какой частотой вы с ней в неделю мы начали по часу по часу с двух раз в неделю и вторую клиентку я нашла через две недели после первой то есть то есть фактически имея такую маленькую нагрузку вы не столько за деньги работали сколько за за опыт как получается да все конечно все все было опытом первые шаги а у них получалось то в смысле что вы результаты которые они хотели видеть они видели их вообще с первыми клиентами у меня не очень получалось честно говоря и а потом анализируя уже я брала получается клиенты которые идут на 40 долларов к персональному тренеру а это такая особая ниша люди например у меня вторая клиентка была она сказала у меня фибромиалгия то есть и я говорю я она мне говорит я это не буду делать это не буду это не буду и рекомендации по питанию тоже не буду делать и вообще мне лень и она с таким лицом ну вот опять надо заниматься то есть она платила я и приходила можно сказать ее развлекала старалась и то и это она больше ничего не делала кроме там как там скрутить пару там гантелей ну и все это есть результат был сразу немножко там был я стала разочаровываться и мне опять же мой супруг подсказал а что если ты другую клиентуру попробуешь поискать ну и в общем то намерение было найти людей более целеустремленных которые хотят результат они просто надо больше денег брать чем больше денег человек кладет тем меньше у него остается мотивации ничего не делать верно верно господи я вам больше скажу если вообще бесплатно делать то они мало то что ничего делать не будет а ничьи тебя будут ненавидеть скажет так такая такая зараза раскрутилами я не знаю где она меня поимела но понятно что я 25 лет бизнес по я железный то есть деньги мотивирует человека то есть когда он платит больше он мотивирует мотивируется сама мотивируется и я разговаривал с одной женщиной которая продавала какой-то известная была контора там как еду там сетевой маркетинг я не помню как это называлось и я и говорю ты знаешь говорю вот завышена цена явно но вот вот какая-то ерунда вот такие деньги стоит она говорит ты понимаешь что интересно когда человек берет что-то дешевое он не верит в успех он понимает что это какая-то ерунда и так далее шансов что он там реально потеряет вес там или что-то намного меньше когда он платит больше он он чувствует что что-то более ценное в его жизни происходит это вещь это никак не связано может быть качеством на самом деле но чисто психологический момент такой что хорошая вещь дешево стоить не может хотя мы знаем что вода бесплатный воздух бесплатный солнце светит бесплатно вроде ну вот ну да есть такой я здесь то киска у вас давайте сюда покажем народу ночью как-то обязательно захочет это котища целый красавец этот мальчик это мальчик и зовут его бегемот из романа а мазар да да кот бегемот хорош бегемот настоящий бегемотище мы прочитали книжку мастер и маргарита вдвоем с мужем на английском языке и после этого он в общем сказал что нашего кота будет звать бегемот им понравилась ему книжка очень-очень мы пытались фильм смотреть хорошо хорошо так что я хочу дальше мы смотрим как развивался ваше ваше становление в бизнесе муж говорит давай ищи более мотивированную клиентуру но это же другой веб-сайт какой-то должен быть да на том уже нет более мотивированный нет на есть разные это другой вопрос как себя тренер представит кто-то ой и подумав что должны быть некие может вы мне поможете с переводом как креденчал а не надо переводить креденчал да то есть если видно что тренера никто не нанимал у него нет никаких отзывов и и опыта у него нет но кто служит по сложного списка нет да но я попросила своих клиентов существующих о оба ревью то есть написать какой-то отзыв мне на этом сайте они были довольны в общем в общем экспириенсом своим они написали хорошие отзывы поставили пять звезд и потихонечку это кстати очень помогло мне в будущем вот эти вот начало к ней начальные клиенты помогли мне заработать более дорогих клиентов отмечается сколько у меня было нанято сколько людей меня наняли то есть там видно когда это все происходило вот год назад 23 они это происходило феврале вот этого года подождите ну давайте так так минуточку прошло ну скажем там 8 9 месяцев у вас уже много клиентов сейчас у меня 12 активных клиентов которые постоянно занимаются то есть сколько часов в неделю вы реально с ними работаете не едете к ним туда а вот допустим они я понял да а вот именно вот с ними работаете с 12 грубо говоря в общем я я не работаю больше 20 часов в неделю именно вот в 3 3 тренируя клиентов потому что еще сказать что бывает отмены заболел или там все что случилось да кто-то там что-то добавил также у меня бывают встречи с новыми клиентами или там все какие-то вопросы ну это вопрос за маркетинг такой идет такой такой вопрос вашей вашей ребята да мысли вас мальчики девочки кто вас не два мальчика два мальчика тяжело с двумя мальчиками плюс 3 3 уж тоже мальчик не на самостоятельная личность стороны поддержки с точки зрения того что 20 часов неделю но плюс может быть еще 10 в этом с ними встречаетесь еще может быть 10 едете туда и обратно все-таки это проще вам как маме или могли бы сидеть то же самое время на раб в офисе 40 часов и как мама вы бы не почувствовали ни в коем случае никаких офисов я нет мне нравится то есть я сама формирую свой график когда у меня новый клиент мы смотрим куда я могу его поставить да мне приходится работать рано котик котик мосточка рано это как у меня есть клиенты которые начинают тренироваться в 5 30 утра только есть проснуться же надо ну да то есть надо проснуться привести себя в порядок и куда-то еще и отъехать прошли я езжу к своим клиентам вы то ладно но клиент это же ложкин таки люди живут друзья я езжу клиенты в цинциннате они кстати вот триатлон марафона участники мужчина ему 67 лет и он вот только что триатлон пробежал и сейчас к марафону готовится то есть вот такой мотивированный клиент и он поднимается рано самостоятельно я скажу анекдот конец стоит постовой там на площади и пингвин идет и люди год и безобразие пингвины там по улице ходят но и он оглядывается видеть и такой хипак на вроде не при не при деле он и слой другой отведи в зоопарк пингвина просто не служба в дружбу только да не вопрос берет пингвина там и идут за парк через пару часов там опять этот хипак идет с этим пингвином и они уже в обнимку там как лучшие друзья ночам идут и милиционер могут а что ж так сложно-то господин зоопарк-то отвезти он так мы же были в зоопарке мы теперь планетарий идем это ваш это сначала в триатлоне поучаствовал теперь значит он там к вам на зарядку пошел нет он он занимался триатлоном и всех другим видами спорта всю жизнь и теперь он вообще на нем кстати этот клиент он у меня еще с тех времен когда я работала в спортзале ушла он сказала как же а я же хочу с вами там заниматься вот он и с тех пор потом он меня нанял лично то есть есть какие-то моменты которые я как тренер я не как спортсмен а как тренер могу помочь с точки зрения удовлетворения и вот этого ощущения что вы что-то в мир привносите там же не хватало этого да как вы теперь привносите вот вот смотришь ты чакова так раз 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 жир сбрасывает правда или вдруг там гулять начал вдруг у него там какая-то болячка всю жизнь беспокойно вдруг ушла есть такое есть есть такого много это приносит приносит радость на самом деле не настолько за сколько хотелось бы но это потом приведу несколько примеров я тренирую женщину которая только что пережила операцию по удалению груди у него бора груди и 40 лет и у нее было много лишнего веса она не могла позволить себе никакой физической активности потому что лечение химиотерапия и так далее и 40 лет слушай то есть молодая женщина и в принципе как-то там делают из кожи как-то натягивают да и там внешне ничего не видно то есть не изменяется все внутри удалили а также очень делает эстетичного через все это рисует там как-то татуировочку делают как то все это так есть разные техники используют подкожный жир из живота если есть что-то брать и наполняют уже грудь собственным жиром вместо имплантантов и а у нее вес был я скажу ну не так чтобы уже там через крышу двести шесть фунтов сколько это там через 6 так да да хорошо это там килограмм под 90 до 88 там 7 мы начали заниматься в конце августа она очень новый мой клиент всего ничего там три всего ничего она уже сбросила 21 за два месяца за два месяца я слышал что знаете чего говорят что вот резкий сброс веса как бы не очень здоровое дело и кожи начинают обвисать есть такое абсолютно да то есть резкий сброс веса мы здесь не говорим про резкий спрос вес сидят несколько месяцев и рекомендованный сброс веса когда у нас такая цель стоит сбросить вес это два может быть два с половиной фунта в неделю то есть около килограмма в неделю для моей туши килограмм в неделю смехотворно это мужиках легче сходит я замечал вот я сравниваю себя и жену вот одно и то же начинаешь делать да и у меня срок на следующий день потекло там уходит этом не 10 две недели пока начинаются вот это ну вы наверное все таки тут нужно еще различать снижение веса в общем и потерю жидкости и снижение то есть процента жира в теле то есть это кто почему мы должны стремиться не мышцы терять не костную массу не и даже не жидкость потому что нам нужна жидкость организме мы должны потерять жир а жир потерять сложнее всего потому что организм не хочет доставать свои запасы а хочет употребить что-нибудь быстрое для энергии а вот можно я такой вопрос задам из своего таскать страдальческого опыта я уж там 20 лет диеты всякие там чё так я не пробовал и веганом был три месяца в общем что хочу сказать вот то что называется emotional eating да вот когда человек жрет не потому что его калорий не хватает у нее так трещит морду а вот я так простым языком на зритель вот не все утонченные и а он наворачивает еще перед сном знаешь так собрался там спать в час ночи как жахнул ну вот с этим можно что-то делать это же не связано да вот с зарядкой там или чем-то вот тут как быть здесь вопрос на ли к другому вообще специалисту потому что есть особенно сейчас в современном мире очень много как называют расстройств пищевого поведения eating disorders то есть поведение да то есть это пищевое поведение на нарушена и причин бы может быть много вы сказали emotional это могут быть может может быть под стрессом а можно от радости съедаете чего-то чего не надо и их очень много разных вариантов мы слышали люди про анорексию про булимию это экстрима вот но мы когда были на встрече с зрителями вот кто-то упомянул про по пожевать и выплюнуть хочется удовлетворить что я не конечно не стал комментировать но вообще это прямой путь к той же булими и когда люди покушали сразу же от этого избавились это это заболевание то есть это переходит в такую привычку заболевания и с этим занимаются специалисты друг другого рода это не татьяна упомянула встречу со зрителями это мы со светланой были пару недель назад в вирджинии и вот они приехала из кентукки 8 часов там за рулем было гостиницу снимала что-то и в жизни опять не хватало рванула через там пол страны чтобы энергетически от нас зарядиться ну вообще была польза какая-то подзарядились отлично была польза я за неделю изучила редактор по обработке видео и стала записывать видео для моих клиентов то есть вы выдвинулись в сторону видеоблогинга нет даже не блогинга блогинга наверно нет просто записать чтобы расширить аудиторию ну а вот сейчас мы с вами типа блогинг получается так значит давайте вот еще что-то да я вас спрошу а я искренне верю в какие-то такие знаете несложные несложные решения которые дают большую большую отдачу вот это правило 80 20 если вы слышали да когда 20 процентным усилием ты получаешь 80 процентный результат вот наша партнер компьютерского это школа принципа 80 20 мы три месяца учим чтобы получить 80 процентов результат что есть получить работу уже уже достаточно вместо чтобы учить целый год вот этот вот 80 20 вот с точки зрения скажем похудеть вот эти за меня я бы с удовольствием фунтов 20 слетел даже и 30 бы с удовольствием но и детям я такой начинаю понимаете там стекает лицо и ты как-то не не делать это быстро и не терять но пить достаточно потому что вы теряете жидкость как только вы садитесь на диету так во первых во вторых почему диеты плохие хотела бы предостеречь как человек сидящий бы в прошлом на диетах и много историй диеты особенно очень ограничительные диеты когда это не ешь это не ешь после шести не ешь а я всегда знал что надо съесть что-то после шести прямо бальзам на сердце так хорошо бы не есть так часа полтора до сна не набивать живот это было хорошо если вы ложите спать в полночь после шести ешь слушайте раз уж мы так заговорили с вами секундочку зрительница мне прислала из города казани адель харисова город казань так с волочаевской улице прислала мне вот такую книжку о что вы скажете я я я не уверен как нас видят зрители что может кажется она там слева направо написано диеты без голода значит low carb high fat то есть много жира мало углеводов я книжку конечно не читала первый раз видео идея сама мало углеводов много жиров это как диета без голода то что диета и вообще правильное питание разумно хорошее для нашего организма полезное для нашего здоровья не должна быть ни в коем случае связана с голодом ну за исключением если у вас какие-то там религиозные тогда мы этого не касаемся никакого голода быть не должно что делает голод с нашими организмами заставляет нас запасать больше как только мы организму даем возможность и нарушает скорость обмена веществ он фактически говорит ему как будет вам запасти запасой да да то есть это как на запускали на черный день им в кладовку а потом появились продукты вы что выше не будете складовки съедать это все-таки получается такая история для того чтобы реально находиться в каком-то таком режиме на крейсерской скорости такой-то вот находиться это должно быть образом жизни подошли диету это налетел вышел из зоны комфортаelled получился помучился а потом раз и обратно вернулся это должно быть комфортно, это должно быть нормально, диета должна быть, или, скажем, образ питания, поведение питательное должно быть таким, чтобы можно было жить так, жить, не мучиться, не нагружаться. Я был в Москве как-то, и нас подружка там по блату куда-то записала, там есть центр Волкова, как-то он такой-то, и они там сделали тест, по-моему, в Америке он как-то называется, в общем, такой Нью-Йорк тест или что-то такое, Манхэттен-тест, он там на сотню с лишним аллергенов или на 400 аллергенов, вот такой там есть тест, и, соответственно, на что у тебя аллергия, значит, этого не ешь. А у меня на все аллергия, когда мне сказали, что мне можно есть, то я сказал, лучше умереть, потому что так жить тоже нельзя, понимаешь? И артисты там, Ельцин, там, конечно, на этой диете, там еще кто-то, я не знаю, но жить так нельзя. Ну, можно месяц, ну, чтобы уже... Конечно, да. Понимаешь, Ельцин на такую диету, он какую-то войну начнет. Понимаешь, с такой должности такая диета. Никакому человеку вы никогда не ограничиваете калорий, говорит, я буду жить на 100, на 1000 калорий в день, вместо двух или там двух с половиной. Вот ваш организм адаптируется очень быстро, и вы начнете набирать вес на 1000 калорий в день вместо двух. Вот оно что. То есть, метаболизм снижается. Что это значит? Что все обменные процессы снижаются в организме, замедляются. И вы менее продуктивный, менее эффективный. Зато вся ваша еда идет вам в жир на черный день. Поэтому... Какая? Ну, и хорошая вещь, чтобы знать, я не диетолог, не претендую на какие-то... На меня солнышко стало светить. Извиняюсь, тут я подключу. А то дождь с утра был, а теперь солнышко. Так. То есть, я вообще не очень знакома с концептом, как можно есть много жиров, углеводов и худеть. Но с концептом есть побольше белковой пищи и поменьше углеводов, вот это может помочь сбросить вес побыстрее. А с другой стороны, белковая пища, она как бы там, что там, она на печень влияет, на почки, на что она там влияет? Конечно, если есть только белковая пища и большая нагрузка. Даже, вот помните, была казнь какая-то там в средневековье, вот кормили заключенных только мясом, и они там как-то мучительно умирали за сколько-то там... Ну, такой хохмочки я еще не слышал. Да. Конечно, вообще, мучительно умер, есть так много способов, это намного дешевле. Значит, давайте, знаете, что еще? Возвращаясь к принципу 80-20 и возвращаясь к мысли о том, что вот у нас люди, которые нас смотрят, очень многие, им хотелось бы потерять вес и чувствовать себя здоровее. И вообще, ну, как бы сказать, быть лучше, не потерять вес, как, знаете, любой ценой, а вот я на вас смотрю, я тоже таким хочу быть. Вот. Ну, вот, ну, как вот человеку быть, такая, да, цветущая, такая худенькая, все, такая, все, гармоничная, а я у него сижу. И я тоже так хочу. Отлично, вот здесь Михаил, я не знаю, что в чем вы... Что делать? Нет, нет, ну, еще раз, ну, у меня лишних там 25-30 фунтов, ну, я бы скинул, я бы чувствовал себя лучше, мне бы легче было. Я вам скажу еще одну вещь, вот прежде, чем мы дальше пойдем. Я был веганом три месяца. Да. То есть, две недели мы были в веганском таком санатории, нас всему обучили, и как готовить, и что есть, и что нельзя. Я за эти две недели схуднул, как у нас говорят, на, может быть, там, 15-20 фунтов, ну, там, почти на 10 кило, грубо говоря. Да. И чувствовал себя как на крыльях, а там еще, знаешь, такие бывают дни, когда говорят, а хочешь вот там на зеленых шейках. А. С утра выпиваешь, там какую-то траву какую-то накидали, раз выпил, в обед там, раз выпил, на ужин, раз выпил. Легкость, знаешь, прямо, вроде там и калорий никаких нет, что там в шейке-то в этом. Угу. Вот. Прямо вот это такое очищение, просто я не знаю, что. А потом, ну, система, когда уже ты дома, так много времени уходит на вот это вот все там это, порубить, выкинуть, купить и так далее, чтобы просто не выдержал. А. Но, все-таки, в обычной, в нормальной человеческой жизни, без экстрима, без ничего, исходя из принципа 80-20, пару хохмочек, пару хохмочек, которые реально выполнимы, которые, ну, скажем так, не нужно быть там каким-нибудь героем, там, понимаешь, чтобы реально следовать. Угу. Хорошо. Ну, давайте так. Я понимаю, задача сложная. Задача сложная. Но самая главная сложность состоит в том, чтобы даже вот этим принципам маленьким, там, шажкам следовать постоянно. То есть, мы можем загореться, сказать, окей, давай, будем делать. А потом, да. Если результат есть, то хочется следовать. Больше того, когда результат есть, и тебе говорят, а давай вот там сейчас рюмашку, ты говоришь, извиняйте, ребята, демократы, у меня процесс. Понимаете, я не хочу, когда результат есть. Хорошо. Ты, а, я хочу сказать, что я приверженец того, что люди должны наслаждаться жизнью и едой. И иногда и рюмашку пропустить. Ну, надо, без этого никуда нельзя. Нельзя себе так. Наш человек. Вот из Беларуси девчонки такие правильные. Я вот смотрю на вас, думаю, наши, наши, наши ребята. Так. Ну, это то, что для большинства людей подойдет, если мы не вдаемся там в какие-то. Так. То есть, чтобы я, если говорить со стороны диеты, диет, питание, даже не диет, я не люблю слово диета, вот со стороны питания, как мы можем его немножко подкорректировать для обычного человека, чтобы мы ничего такого особо сложного не делали, займет минут-две в день. И легко запомнить, с чего бы я начала. Очень банальная вещь. Пить достаточное количество жидкости. И чтобы это было в основном вода. Чистая вода. И пить много. Объясните мне, в чем разница между тем, что пить вода или пить, например, чай? Ну, когда мы пьем чай, мы туда еще что-то... За исключение, если вы пьете просто чай, ничего туда не добавляете. Ни сахар, ни лимон, ни... Обычно люди не пьют просто чай. Что, еще и лимон плохо? Ну, добавляют лимон, добавляют... Лимон плохо? Ну, нет, неплохо сам по себе. Нагружайте, делайте это блюдом, а не напитком, который нужен для удовлетворения жажды. Плюс в чае у нас обычно имеется кофеин, который может быть... Немножко, да. Может и не нужно. Хорошо, вода. Берем воду. Можно пить воду, я спокойно могу выпить литр воды, не сходя с места. Хорошо. И если... Обратите внимание на свой день, что вы пьете в течение дня. Если у вас есть там баночка колы стоит, и вы в день выпиваете одну и две, замените одну из них водой. Вот. Ну, или... То есть, оставляйте вашу чашку кофе утром. Это нормально. То есть, кофеин нужен, но добавьте воды. Или, если вы пьете сок, разбавьте сок водой наполовину. Что это дает? Во-первых, мы уменьшаем количество калорий совершенно незаметно. Из наших... То есть... То, что в соке калории. Сок, напиток, газировка, компот, чай с сахаром и все эти... Кофе с молоком и... Компот давно забытый. Ага, компот. Да, нет компотов здесь в США. Ну, помните. Да, да. То есть, что происходит? Мы насыщаем организм нормальной чистой водой и уменьшаем количество калорий. Сколько там техокалорий? 50 будет. Вы их не заметите. Угу. Но идет снижение потребления общего уровня калорий в день. То есть, про воду. Отметили. Очень хорошо пить воду первым делом утром после пробуждения. Да, я пробуждаюсь. У меня жена. Бах! Пол-литра. Стакан. Не надо полить. Не надо. Я скажу тогда. Один стакан воды. Говорят еще, знаете что? Что люди часто едят вместо того, чтобы попить. То есть, вот это ощущение как бы голода, оно на самом деле проявляется как голод. На самом деле, это просто воды не хватает. Ну, надо различать голод и аппетит. Голод и аппетит. Если вы 4 часа ничего не ели, и у вас бурчит в животе, и вы готовы съесть что-нибудь, лишь бы избавиться от этого ощущения, это голод. А если вы поели час назад обильный ужин, и увидели тортик, и у вас слюна потекла, это аппетит. И тогда уже надо... Я понял. Пока под ложечкой не сосет, это балабство. Да. То есть, мы... Попей водички. Можете попробовать водички, выпейте и посмотреть, что из этого хватает. Хорошо, хорошо. Дальше. Что дальше? Дальше довольно может быть болезненным этот шаг. Ну, а может быть и нет. Представьте ваш ужин. Что вы обычно едите на ужин? И все, может быть, зрители могут представить. Кто-то ест 4 куска пиццы. Ну, допустим. К примеру. Кто-то ест курочку или полкурочки. Вот вы представили себе ваш обычный ужин. И вот он у вас на столе. У меня для ужина я приготовила... Ну, не ужин. Ну, вот перекус. Например, кусочек хлебушка. Чем-то его намазали чем-то? Нет, ничем. Просто кусочек хлебушка. А, окей. Обычный американский хлебушек. Да. Вот что я сейчас сделаю. Я четвертинку возьму и беру. Все. Вы можете четвертинку... Вы можете поделиться с супругом, если супруг голодает. Вы можете выбросить, можете оставить на завтра. Но уберите из вашего блюда, из вашей тарелки четвертую часть того, что на ней лежит. И это будет основная потеря калорий в день для того, чтобы добиться цели потери веса со временем. Конечно, через две недели вес вы не потеряете. Но давайте представим такую ситуацию, что обычно ужин – это где-то тысяча калорий. Тысяча, а может, восемьсот. От восемьсот до тысячи калорий. Обычный человек столько съедает на ужин. Там со всеми. Зависит. Вы такая идеалистка, я думаю. А пару тысяч... А из Макдоналдса ставят бергер, то ржах его там... Тем более, если две тысячи, и вы четверть отложите, например, на завтра. Может, на ланч. Да. Во-первых, это экономия. Ладно, не говоря про экономию. Во-вторых, вы как минимум избавляетесь от двухсот калорий. И когда вы попробуете это сделать пару раз, вы заметите, что вы не останетесь голодным, во-первых. Да. И вы не заметите того, что это не половина ужина, это четверть. И, конечно, такой момент. Будьте честны с собой. Если вы обычно съедаете четыре куска пиццы, так и оставляйте, и убирайте этот кусок. Но если вы подумаете, а, я же четвертую часть выброшу, значит, мне надо взять пятый кусок. То есть, тут такой момент. Быть честным с собой. Ну да, да. Во-первых. Себя обмануть легче всего. И со временем, к чему это приведет? Вы будете есть меньшую порцию на ужин, и вы будете более, как здесь говорят, aware, awareness. Да, да, в курсе быть, да. В курсе того, какую порцию. Вообще нашему желудку нужно вот столько, ваш кулак возьмете, вот это количество еды, которое нужно желудку за один раз, чтобы съесть. Конечно, этого никто делать не будет. Да, и в зависимости от того, вы большой человек, у вас кулак больше, вам нужно больше. А вот такой вопрос. У меня с женой разногласия есть по вопросу о том, можно ли в доме держать всякую дрянь, которую хочется сожрать лишний раз. Вот, допустим. Она говорит, ну это я же себе купил, а ты не ешь. Она говорит, у меня лежит там в холодильнике. Я специально спрятала там туда. Зачем ты туда залез и нашел? Вот как бы, а некоторые говорят, надо, чтобы в доме вообще не было. Как с этим быть? Короче, у меня дома нету. Потому что, во-первых, у меня еще двое парней, детей, которые вот если увидят, что-то плохо лежит там, они это и съедят. Слушайте, мальчишки, подростки, да? Они же должны вообще мести все подряд. У них же организм... Да. Так и есть. Метут? Метут. Особенно сейчас вот Хэллоуин был, конфеты. Да. Я даже не считала, сколько там килограммов. Ну, не килограммы, ну, грубо говоря, ужасающее количество. Ну, один раз можно. Я вам расскажу чудовищную историю. Мне было 14 лет или 15, и у меня есть старший брат Лёня, он на 7 лет старше, то есть ему уже было 22, он, наверное, там институт, университет заканчивал. А мы такие оба крупные, а он еще плотнее такой более. И как-то я ему говорю, ты знаешь, вот каждый раз, когда мама тортик принесет, вот у меня ощущение, что я бы еще съел, но уже нет. Он говорит, и у меня такое ощущение. Я говорю, может, нам пойти купить и так уже поесть, чтобы, знаешь, уже знать, что поел. Он говорит, пошли, пошли мы в магазин там рядом, гастроном у нас был минут 10 ходом, и купили два тортика. Один, я помню, как сейчас, был фруктовый, они дешевые были, типа там руб 40, а другой какой-то еще был, я не помню. В общем, короче, купили мы два тортика, пришли, съели один, и говорим, надо догнать, взяли второй. Значит, и когда от второго осталось вот столько, вот столько, кусочек такой, значит, мы говорим, все, больше уже не хочется. Приходит мама, значит, и говорит, ой, тортик, говорит, а что же не оставили? Вот, и мы говорим, ну, можно было три купить, понимаешь, но просто, я просто, ужас, понимаешь, что такое парни молодые? По килограмму, по килограмму сожрать. Е-мое, ужас, я сейчас вот когда думаю, боже, как же... Ну, хорошо, молодые быстро, это очень быстро перерабатывается и избавляется. Я верно. Все отлично, да. А вы, значит, дома не держите, а парни растут? Ну, такое я не держу, но иногда, иногда балуются, конечно, чипсы любят, доритос, вот, для меня это совершенное вообще яд, но, ну, любят они. А еще так макнуть во что-нибудь, да, там? В этот, как они, Mountain Dew. Ну, напиток этот такой. Это напиток, да, я его очень люблю, но не пью, потому что я понимаю, что он ядовитый, вкус потрясающий у него. Но я знаю, что большинство американцев держит очень большой хороший запас, всякое... Да. Как раз чипсы очень долго хранятся. Junk food, так называемый. Junk food, да, открываешь там все. Возвращаемся. Значит, первый пункт, водичку пьем, второй пункт, четвертинку отдали врагу, дальше. И последний пункт, который такой, из самых базовых вещей, съедаем одну порцию, которая размером с кулак, опять, чтобы легко запомнить, было одну порцию, овощей, сырых, не обработанных овощей, фруктов, и добавляем туда орехи какие-нибудь натуральные. То есть, я хочу сказать... Для калорий. В орехах содержатся полезные жиры, которые нужны нашему организму. Хочу отметить, никакой соли в орехах быть не должно, и они должны быть обжарены. То есть, орешки к пиву не считаются. Сырые орешки. Сырые орешки. И арахис, это не орешки, это культура семейства бобовых. То есть, мы арахис тоже отметаем. То есть, грецкие орехи, орех пекан и тому подобное. То есть, немножко орехов, кусочек сельдерея, яблоко. И каждый день... Это в какую-то конкретную еду или так размазано по дню? Это вообще съедать в день. Вы можете себе заготовить такое. Вот это я завтра съем. И в течение дня вы можете взять с собой на работу. Можете сделать перекус из этого себе. А вот я извиняюсь. Вот то, что в Америке продаются, вот такие, знаете, прямо в пакете. Вот эти салаты. Прямо там зеленюшка там порубленная. Туда можно, конечно, огурчики добавить. Оно же бывает, что и с орешками прямо. Ну, если нет времени приготовить самому себе. Там какой-то контейнер. Можно и таким пользоваться. Но, как правило, туда добавляют консерванты. Особенно яблочки нарезанные, если вы видели на них. Они никогда не темнеют. Почему? Потому что мы добавляем... Я понял, я понял. Лучше самому. Хорошо. Значит... Я хотела пояснить, что это дает. То есть, не просто... Да, да, да. Пожалуйста. Это дает нам витамины. То есть, пища не обработанная. Это сырое. И дает клетчатку. Современный человек не доедает клетчатки. Мы едим то, что все перерабатывается. Нужна клетчатка. А вот я извиняюсь насчет клетчатки. Мне с утра выдают шейк. Он такой, знаете, апельсинового цвета. Но это чистый файбер. Вот эта клетчатка. А кто он выдает? Жена. А. Она берет чайную ложку из такой оранжевой банки. Туда бух. Взбалтывает этим миксером. И получается вот эта клетчатка. Я его пиваю. И я практически не ем с утра. Я могу съесть. Вот я сегодня две хурмы съел. У соседа с дерева сорвал. Ну, оно к нам перевесилось. Вот. Сорвал, съел две хурмы. И вот, значит, и выпил это дело. И у меня ощущение, что я сытый. Я, может быть, вот, скажем, в девять утра я это выпил. А, скажем, в час дня я захочу поесть. Замечательно. Ну, хорошо. Я не знаю, что это за клетчатка такая в шейке. Я, честно говоря, не знаю. Специально продают. Вот порошок. Порошок. Ты его насыпаешь и там все. Оно разбухает. Ну, если мое мнение кого-то интересует. Да, в общем. Конечно, интересует. Что всякие порошки и всякие добавки. Я лично не фанат, не сторонник. Вот сорвал, например, там брокколи. Вот кусок брокколи. Вот оно живое, видите, оно выросло где-то там. Да. Вот ты съешьте его. Вот как оно природой создано. Вот яблоко. Вот тебе и клетчатка. Да. Вот хурму сорвали, и там тоже есть клетчатка. И витамины. И на солнышке калифорнийском. Да. Хорошо. 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 Вот. То есть три таких очень простых и базовых, можно сказать, маленьких шага. Четверть. Ужина. Как говорят, ужин отдай врагу, не отдавайте ужин врагу. Съешьте его сами, но четверть оставьте нам, например, на завтра. Да. Значит, итак, чего мы ожидаем с точки зрения результата, если мы последовательно придержимся такого поведения? Ах. То есть здесь тогда уже начинает простая математика работать. Опять же, если вы честны с собой и не добавляйте к себе дополнительно. Да. Все по-честному. Для того, чтобы организм человека потерял килограмм жировой ткани. Это то, к чему мы стремимся. Жир потерять, да? Жир. Во-первых, нужно терять его медленно. Если вы похудеете за неделю, сбросите 5 килограмм, это не жир, это вода и может быть даже мышечная масса. То есть для того, чтобы потерять жир. Современные исследования говорят, нам нужно создать дефицит, который равен 7700 калориям. То есть вот когда этого не хватает организму, мы теряем килограмм жира. Что у нас получается? Я понял. То есть энергетический эквивалент килограмма жира это 7700 калорий. 7700 калорий. И для того, чтобы, если мы теряем в день, ну в районе, если мы не додаем нашему организму где-то в районе 200-250 калорий, что может быть эквивалентом пол чашки сока и четверть ужина, ну в зависимости у кого как. Вот за 4-5 недель наш килограмм жира должен уйти от нас, если мы создаем вот этот дефицит. Я понял. Проблема в том, чтобы быть не то что честным, но внимательно следить за непринятием инъекций калорий со стороны. Вот пришли студенты, бах, вот тебе торт, вот тебе виноград. Зашел я в русский магазин. У нас вот сейчас холодильник вот здесь стоит, значит там сыр виола, корейка, копченое сало можно сказать. Вот я с утра пришел, мне раз на хлебушек на рижский намазали. Кофейку может быть там. Значит, если ты как бы говоришь, я сосредоточен на вот этом поведении и я не допускаю вбросов со стороны. Потому что вбросы со стороны убивают. Никакая диета. Вот мне жена с собой дает вот с собойку такую. Каждый день. Считаю, что я ем диетически. Ну как бы у меня нет лишнего, у меня все правильно. Но тут же... И все что-то несут. Хорошо, что мы не пьем. Ну вот эта ситуация, во-первых, она это довольно уникальная. Уникально считаете? Я не знаю, что так уж прям несли всем. И вот постоянно были какие-то... С другой стороны, если это ваш образ жизни и вы постоянно допускаете вбросы, а тут начали следить за своим ужином каждый день, при остальных равных условиях вы все равно создадите некоторый дефицит калорий. С одной стороны. С другой стороны, я думаю, психологически. Если у тебя мозг нацелен на то, что ты что-то делаешь, ты меньше настроен на то, чтобы позволять вбросы. Потому что ты говоришь, я чем-то занят, я не хочу, чтобы мне мешали. Это тоже важно. По моему опыту, какое-то время это действует. Наступает какой-то щелчок, когда ты перестаешь об этом думать и позволяешь эти вбросы. Но если ты чем-то занялся, и оно у тебя получается, это ты не хочешь. Я курить так бросал. Ты не хочешь, ты чувствуешь себя хорошо. У тебя цвет лица другой. А пойдем покурим. Я говорю, что я тебе курить. Конечно, ко всему этому, если добавить немного физической активности. Сейчас общая рекомендация для сохранения, не для потери веса и не для наращивания мышц, такая общая рекомендация для населения, как минимум 150 минут в день такой не очень интенсивной активности. То есть это может быть прогулка по парку. Два с половиной часа? В неделю. А, в неделю. В неделю, да. Уточните. То есть в неделю, либо 75 минут очень активной деятельности, на буткемп какой-нибудь, да, пойти уже. Ну, вообще это почти ничего. Вот мы каждый день, я прихожу с работы, мы полчаса гуляем. Ну, а если вы гуляете так, прогулка с собачкой, допустим. Нет, нет, нет. Мы нормально сами ходим. Хорошо пройтись. То есть скорость должна быть приличная. Ну, где-то 4 километра в час. Да, конечно. Вот. То есть 20 минут в день, это для поддержания. Если бы вы, Михаил, не ходили, то могли бы быть какие-то уже, может быть, с опорно-двигательным аппаратами. То есть это хорошо, что вы ходите. И можно нарастить чуть-чуть, добавить 10 минут в день. Ну, это так вот. Хорошо. То есть, получается так, что если… Я просто пытаюсь, знаете что, я пытаюсь аналитически увидеть, где там слабое место во всем, то есть где это может развалиться. Ой, развалиться может в один миг, когда вы скажете… Вы просто можете забыть, особенно в первую неделю. Так. Забыть это все. Начисто вы заняты и все, а потом я начну с понедельника и все. Вот оно и развалилось. То есть, нужно намерение и сосредоточенность на том, что вот вы начнете это делать. И написать, может, себе на бумажке там, на холодильник повесить, вот, подготовить. Съешь орехи свои там с яблоком, да, не забудь, а не только пиццу. И ужин, конечно, это краеугольный камень. Снизить потребление калорий в ужине. И четвертая часть – это очень… По времени, значит, все-таки вы не говорите, что это там не после шести, а после семи, а вы видите, ну, хотя бы там за полтора-два часа до сна. То есть, да. Почему так? Потому что, когда вы на полный желудок ложитесь спать, когда вы спите, у вас замедляется обмен веществ, то есть, скорость все снижается. И вот эта энергия, которую вы получаете из пищи, она идет туда… В жир сразу идет. В жир. То есть… И вообще, когда мы едим углеводы, углеводы либо в гликоген превращаются, который помогает нам двигаться активно, думать и вообще тратиться на энергию, либо в жир. А с белком другой вопрос. Вы также можете увеличить потребление белка, например, куриная грудка. Белок выводится из организма, неиспользованный. Почему диета Дюкана или Аткинса такая эффективная? Вы едите мясо, избыток мяса никогда не пойдет к вам в жировую ткань. Вы просто избавитесь от него. Вот такой интересный. Почему меня удивило название? Поэтому говорят, что, допустим, если действительно хочется жрать сильно, ну съешь кусок мяса. Во-первых. Поэтому. Во-вторых, мясо в желудке будет у вас перевариваться в зависимости от количества на несколько часов. Даже яйцо. А если вы съедите что-нибудь сладенькое, какие-то углеводики, у вас, во-первых, будет скачок сахара сразу, моментальный кровь. И через час вы уже будете опять голодны. Вы избавитесь. Углеводы перевариваются очень быстро. Особенно быстрые углеводы. Угу. Хлеб с маслом. О, да. Моментом. То есть вы вроде поели и калории получили, и голодные через час. Да, да. Я замечал какой-нибудь там супчик, знаете, как лапша там это вот съела, вроде через час голодные. Ну, да, 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 во-первых. А если вы съедите одно отварное яйцо, можете, если вы заняты чем-то и не отвлекаетесь на приятные запахи, то вы голодны не будете. То есть голода не будет. Может быть. не знаю почему, но я вареного яйца много лет уже не ел. Не знаю почему. Ммм. Ммм. С чем бы это связано? Нет. Ну, может быть, где-нибудь дать там в салате оливье, там может кто-нибудь в Париже. А, ну да. Ну, так чтобы взять яйцо. Такого я не помню. Ну, здесь продают даже уже готовые вареные. Есть, есть, продают. Да, они добавляют что-то туда, чтобы они какие-то консерванты. А так просто, очень простая еда. Отварил, сглотнул. С утра вместо шейка. Можем прямо на работе тут отварить у нас тут. Вместо шейка утром можно взять. А что вы скажете о сыром яйце? Ой, я бы ничего не говорила. Ну, можно, во-первых, подхватить сальмонеллез. А у вареного уже нет? У вареного нет, обрабатывается все. Так, хорошо. Не знаю, может есть любители, я ничего не знаю. Я в детстве, ну, в подростковом возрасте очень любил такую смяточку. И так его ложечки там оттуда выедаешь. А Гоголь-Моголь вы не слышали? Я помню. Гоголь-Моголь? Гоголь-Моголь. Я не только не слышал, я не только слышал, я что ж там, отдавал дань. Единственное, что, я не знаю, какой Гоголь-Моголь вы имеете в виду, но то, что я ел, там сахар был. А, сахар? Нет. Как, берут яйцо, туда сахар, и такой вот это вот. Это что-то другое. Ну, я вообще, черный хлеб с яйцом сырым перемешиваю. Нет, а Гоголь-Моголь-то, это же вот, вот это, вы что, страшное, страшное. А вы съели, конечно, шкварки? Да, конечно. В деревне вон, в белорусской. Да. Из чего? Свинку держал. Шкварки. Очень вкусно. Очень вкусно. Я тоже, страшная ведь еда. Ну, еда, да, эндорфины, то есть, выбрасываются в мозг. Это удовольствие, поэтому так тяжело совладать с едой. Это очень много копий сломано. Ну, что же, хорошо. Я вот думаю, что мы, наверное, какой-то план набросали для ребят, которые нас смотрят, да? Угу. Вот. Может быть, мы попросим их, чтобы они, ну, по мере того, как, если кто-то захочет попробовать, чтобы они в комментариях писали, что у них получается, вы тогда посматривайте, ладно? Хорошо. Да. Еще момент. Я думаю, что мы затронули много чувств. Потому что сейчас народ такой весь на диетах, что-то за что-то борется. И у каждого свое представление там есть. Вот. Поэтому, граждане, выплескивайте все, что наболело. Выплескивайте, да. Да, в наши комментарии. Я думаю, это нам поможет в следующий раз. Потому что я, на самом деле, хотел, Танюшу, как бы, в такой цикл вовлечь, когда мы возвращаемся к этой теме постоянно и что-нибудь еще новенькое расскажем. Вот. И какие у нас могут быть еще так интересные разговоры, вот кроме того, что мы сегодня… Ну, я бы хотела, может быть, со временем так уйти от еды. Потому что я хочу сказать, что я там не специалист по еде. То есть у меня какие-то базовые знания, которые мне необходимы есть. Вот. А да, конечно, там очень много всего. То есть… Но в плане, как нашим программистам, тестировщикам облегчить жизнь в физическом плане… Компьютерно сидящим людям. Будучи программистом, антиспециалистом долгое время и в окружении подобных людей, то есть видны проблемы с организмом, которые потом дают себе знать. Особенно годам к сорока и после. То есть вот этот момент, то есть облегчить жизнь людям и опять же там какие-то базовые вещи, которые займут минут… Следующую встречу, вот мы для них тогда, ладно? Сейчас мы с вами познакомились, такую сиюминутную пользу извлекли. Надеюсь. Я беру на себя повышенное капиталистическое обязательство, значит, пойти… Мне на самом деле… Вы понимаете, как… Для меня очень существенно не вовлекаться в то, что здесь съедается, в офисе. Потому что тут шоколад, торты, даже вот, скажем, виноград какой-нибудь, тоже ведь очень калорийный, там углеводы… Жуть! Банан! Банан! А как вкусно! Как вкусно банан! Ну с утра… Жена говорит, а с утра можно и банан. Даже не знаю. Говорит, перед сном не надо. С утра, говорит, съешь себе банан, если тебе нравится банан. Отличная идея, да? С утра… Да. Ну, в общем, короче, у нас впереди интересная тема. Но кроме вот этого… То есть, когда вы говорите про программистов-тестеров, вы имели в виду какую-то активность еще физическую? Или… Ну, вот работает программист-тестер вот так вот. Вот так они у вас сидят там. Вот так, да. Как я сидела. Вот, да. То есть, тут две группы мышц, которые вообще всегда забиты. Что можно сделать? Каждый час встать. Да, если к вам кто-то в школу бы пришел даже. Ну, давайте, студенты, встанем. Раз, два, три, четыре. Ну, даже не так. То есть, минуту займет. Вот тут мышцы растянули, которые сжаты. Ну, и как-то, как вы уже сказали сегодня, во-первых, это красиво. Красиво? Да, вы что-то там говорили. Говорят, ну, во-первых, это вот там… Есть такой анекдот, как приходят евреи к Равину, и говорят, Рэбе, а почему мы делаем обрезание, в чем смысл? Тот говорит, ну, во-первых, это красиво. Нет, на самом деле, очень красиво, когда у человека осанка прямая. У девочки особенно. Я не могу, у меня прям слезы текут, когда я уже девочку согнулась. У меня прям… Зато она старательный тестировщик. Ну, конечно, она здоровье подорвет. Чем это кончится-то все? Верно. Понимаешь, ну, что это такое? Мы же не для того их учим тестировать, чтобы угробить. Верно. Да, ну, так просто люди не обращают на это внимание, а тут, то есть, задача стоит – обратить внимание, что не так и что мы можем для этого сделать. Я считаю, что мы сделали такой рекламный трек, под конец, на будущую… на нашу встречу. Значит, Танечка, давайте я вас отпущу. Я понимаю, что у вас там работа, и у меня тут рабочий день начинается. Я очень рад был вас увидеть, и я думаю, что наши зрители тоже, и тех, кто до конца досмотрел, и еще не поставил лайк. Я даже не знаю, что им сказать, но уже поставьте сейчас, вот. А те, кто смотрел, смотрел, еще и не подписан, ну, это даже вдвойне, как бы, странно. Поэтому, да, мы с вами прощаемся, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Целый час болтали, и до скорых встреч. Хорошо. До свидания. Счастливо, солнышко.